всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге великие музеи мира введение марии во храм около 1500 года автор чима до канельяна дерево-масло 105 на 145 джованни батисто чима до канельяна итальянский живописец венецианской школы эпохи возрождения испытал влияние джованни беллини анталена демиссины и затем джорджоны и раннего тициана чему был одним из наиболее плодовитых венецианских художников 15 века сохранилось более 30 его алтарных образов больше чем чьих бы то ни было из его современник золотая легенда в кавычках якова парагинского повествует о том что когда марии было три года и и взяли в храм жертвоприношения и было в храме 15 ступеней или степеней по 6 потому что храм был высоко поставлен по числу 15 степенных псалмов на представленной картине видно именно такое число ступень канельяна принадлежит к тому поколению итальянских художников для которых символическое значение каждой детали произведение было чрезвычайно важно точное следование литературной программе сочетается у него с необычной поэтичностью трактовки сюжет канельяна является одним из первых итальянских живописов отведших пейзажу важное место он поразительно передавал атмосферу и распределял свет и тень не по возрасту маленькая фигура марии является центром композиции наверху ее встречает первосвященник захарий в группе людей в подножке ступени старый яким и его жена анна родители девы при том что мастер не может считаться реформатором и изобретателем в искусстве он тем не менее необычайно смело истолковал пространство картины придав лестнице вес наделив ее символическим смыслом совершенно очевидно чему художник отводит первостепенное значение не внешней красоте изображенного а содержанию сюжета вот такое описание по книге великие музеи мира к работе введение марии во храм автор чима де канельяна работа написана около тысячи пятисотого года пока пока до свидания всего хорошего